В Кургане прошел предварительный этап Кубка России по пляжному футболу. За право представлять Уральский регион на всероссийском турнире боролись семь команд. В финал вышли Курганский клуб «Звезды Динамо» и КСТ-72 из Тюмени. Победитель определился в послематчевой серии пенальти, где победу одержали гости турнира. КСТ-72 завоевали путевку в финальную часть Кубка России по пляжному футболу. Варгашинские тхэквондисты завоевали шесть медалей в Дагестане. В Каспийске прошли всероссийские соревнования под хэквондо. Серебрё завоевали Вероника Военкова и Ксения Платонова. Бронзовые медали у Ивана Менщикова, Савелия Пухова, Зои Межевой и Виктории Глазуновой. Впереди у ребят поездки в город Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Москву и Санкт-Петербург. В городе Санкт-Петербурге пройдет четвертый всероссийский фестиваль под названием «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. Курганскую область представит семья Дерябиных из Юргомышского муниципального округа. Они стали финалистами по итогам муниципального и отборочного этапов. Участники фестиваля станут 52 семьи из 52 регионов России. Он пройдет с 23 по 28 августа. В Шатровском районе по факту гибели человека в результате пожара проводится проверка. В одном из частных домов в деревне Дальняя Кубасова произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, хозяина дома. Каких-либо признаков насильственной смерти погибшего не установлено. Причиной возгорания в доме стало неосторожное обращение с огнем при курении. В Макроусовском округе раскрыта незаконная рубка берез. От лесничества в полицию поступила информация о незаконной рубке 20 берез. Материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей. Сотрудники начали разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Местный житель округа признался всадеянным. Незаконно деревья он продал. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». В городе Кургане осенью на центральных остановках появится табло, на которых видно, где едет автобус. Также у горожан должен появиться удобный способ контроля движения транспорта через смартфон. В сентябре программа начнет работать для всех. Программа будет на сайте транспортного управления и в общем доступе. В городе Кургане завершен капитальный ремонт театра драмы. Теперь труппа в течение месяца будет переезжать с временной площадки. Первый спектакль в обновленном здании состоится уже скоро. Артисты покажут постановку для детей из семей мобилизованных и военных.